Самый эмоциональный, но при этом изящный и симпатичный вид спорта – женский пляжный волейбол. Спортсменки из Новосибирска, Киселевска, Барнаула отбивают друг другу мяч. Заявлено больше 30 команд из разных регионов. В нашем городе турнир такого масштаба проводят впервые. Барнаула всегда очень встречает по-дружески. И всегда проходит он параллельно с мужскими играми. То есть там тоже наши друзья. И мне кажется, уровень растет с каждым годом. Поэтому, наверное, и отделили эти два мероприятия – мужской и женский турнир. Играют и девочки, и девушки, профи и любители. По правилам пропустить можно до двух поражений. Усложняется задача составом команд. В них всего по два участника. «Намного больше ответственности у тебя на площадке, нежели когда ты играешь в классическом волейболе. Там у тебя одна своя позиция, своё мкла, за которую ты несёшь ответственность и играешь. Знаешь точно, что и как тебе нужно сделать. А здесь большая ответственность. Нужно много бегать, думать». Но всё же главная сложность, рассказывает тренер, – совладать со своими эмоциями перед соперником. «У нас перепадок настроения бывает. То есть мы можем как играть с самой сильной командой на эмоциях. То есть прям заряжаться эмоциями. А можем проиграть с самой слабой, потому что просто играть без эмоций, без каких-либо. Но также, вот, например, я выступаю как тренер у девочек, у маленьких. И тоже, естественно, с девочками намного тяжелее, чем с мальчиками. Потому что то слёзы, то радость». И пока девушки выплёскивают свои эмоции под пляжным солнцем, мужская половина болельщиков не скрывает спортивный интерес. «Песня, сучная! Я там, ох, посматриваю. Периодически так, правым глазом, пока жена не видит». А между тем победили команды из Новосибирска и Барнаула. Они и поделят призовой фонд в 160 тысяч рублей. Организаторы турнира отметили – такие подарки – поощрение для старта. Ведь дальше они планируют не только сделать соревнования традиционными, но и расширить географию участников. Мария Мацев, Андрей Печоркин. День с толком.